Мужчине надо понять практически все. Ему объяснение вообще никак, не алло. Вот сейчас мужчины, допустим, на лекции сидят, слушают меня. Они думают, ну хорошо, говорит, молодец. Или я с этим не согласен, допустим. Но понимаете, если они не будут ничего делать практически, то это то, что я говорю, это для них ноль. Это вообще не войдет в голову. Женщины совсем по-другому слушают. Они все впитывают в свое сердце. Понимаете, если они видят, что нет, как бы, ну все складывается по полочкам, укладывается, тогда они начинают практически это применять. Мужчина пока не применит практически, знание не войдет в него. Ему надо сначала это попробовать, проверить. И даже если отрицательный результат, мужчина счастлив. Одна женщина у меня лечилась камнями, то есть я могу лечить камнями. И ей помогало. У нее муж очень богатый человек. У нее был свой завод. И он пришел такой деловой, такой пришел ко мне. Говорю, что это, помогает, что ли? Я говорю, ну как вы считаете, вот жена ваша довольна, значит помогает. Он говорит, я никак не считаю. Поставь мне камни, тогда я буду считать. Но я ему поставил камни. И он говорит, вот ты мне так поставил, а если я буду носить неправильно, что мне будет хуже? Я говорю, да, если вы вот так будете носить, то вам будет хуже. У вас снизится давление. И он когда вышел от меня, он именно так и одел. Потому что он мужчина. И он такой едет на машине, такой звонит мне, говорит, у меня глаза в кучу пошли такие. Это что, от твоих камней? Я говорю, да. Если вы их неправильно поставили, то глаза в кучу пойдут. Он говорит, работает, отлично. У него глаза в кучу пошли, как бы ему по барабану. Работает со всем. Знаете, то есть мужчине главное узнать. Ему неважно, глаза в кучу там или что. Главное, что это работает. То есть он понял. На практике ему можно только понять. Он не может по-другому никак понять. Мужчина. Из этого какой можно сделать вывод? Если вы мужу своему говорите, слушай, давай бросать пить. Ну то есть вы можете сказать тысячу раз. Нужен практик. Нужна какая-то практика. Понимаете? То есть если мужчина, как бы мы с вами говорили, как сделать так, чтобы вчера, чтобы слова глубоко зашли в сердце. Это другая тема. Я сейчас говорю о том, чтобы он включился в отношения с вами. Часто мужчина, ну как бы не уважает женщину. Ее слова, ему все равно, что он там говорит. Понимаете? Для того, чтобы он вас услышал, есть еще другой способ. Надо понять, что сами по себе слова, они на мужчину не сильно действуют, если женщина не проявляет другое, поступок не совершает. Допустим, некоторые женщины мне говорят, Олег Геннадьевич, я мужа бросил. И представляете, он такой звонит мне, говорит, вернись, я брошу пить. Так я ему тысячу раз говорил, брось пить, иначе я уйду. Это не работает. Надо, ну понимаете, надо, она говорит, а я уже бросила, я уже приняла решение. Понимаете, женщина, неправильное мышление. Надо мужа чуть-чуть бросить. Не сильно, а чуть-чуть. Ну, то есть, он, допустим, выпил, а вы раз с ним пять дней не разговариваете, живете в соседней комнате. И он такой, ну что ты, ну что ты сам пытается, как бы. Мужчина сначала, если вы с ним не разговариваете, он будет три стадии проходить. Первая стадия – угрозы. Он говорит, если вы больше не разговариваете, я тебя брошу. Не обращать внимания. Это вообще просто ерунда. Ясно, что он не бросит, нет оснований. Вторая стадия – ну, подлизывание. То есть, он начинает, как вам, ой, моя дорогая, что ты со мной не разговариваешь, я тебя так люблю. Не обращать внимания. Это тактика. Ничего он менять не хочет, он хочет просто вас сломать таким образом. Вашу позицию в жизни. Это, ну, подкоп. Как бы действует. Тактика такая. Продолжайте держать дистанцию. Третья стадия. Он подходит, говорит, ну что с тобой стряслось? Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать и час и другой подряд. Вот. Это значит, что все. Он, как бы, пробило его. Он начал вас уважать. Вы совершили действие, понимаете? Мужчины понимают только действие. Они слова не понимают. Если, допустим, вы хотите с мужчиной что-то ему объяснить. Не разговаривайте с ним. Уедьте к маме на пару дней. Ну, то есть, как бы, совершите какой-то поступок. Не ложите с ним постель. Ну, то есть, сделать какой-то поступок, чтобы он понял, что что-то происходит. Потому что, пока вы ему говорите, ничего он не поймет. Вчера, то, что мы говорили вчера, это не отменяется. Говорить надо по-доброму, говорить после еды, там, говорить так, что входило в сердце глубоко. Это не отменяется. Но это мужчина будет слушать, если он уважает женщину. Многие мужчины просто не уважают женскую женщину, как человека, который вообще может что-то посоветовать. И вот с этим надо бороться вот так, с помощью твердой позиции. Не слушает, отстраняемся.